Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сёстры! Сегодня у нас четвёртый выпуск нашего цикла передачи «Мастер своего дела». И сегодня у нас в гостях Талиана Марьям Сатарова. Ассаламу алейкум, Марьям Ижи. Добро пожаловать! Алейкум ассалам, Тарель. Очень приятно находиться на этой передаче. Для нас это большая честь. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам, что посетили нас. Сегодня у нас будет речь о деятельности журнала «Ума», в частности, о достижениях Марьям Ижи. Очень много чего сделала эта поистине очень много продуктивная женщина в нашем обществе. И первый вопрос, с чего всё началось, с чего начался проект «Ума»? Ну, наверное, я не люблю приписывать все достижения себе. Я считаю, что всё-таки, наверное, за эти три года, что было проделано, да, журнал получил свою славу, мы обязаны в первую очередь, наверное, это Всевышнему, потому что все наши намерения и дела делаются ради Аллаха, с чистыми помыслами, намерениями, а также, наверное, это благодаря тем людям, которые окружают меня, это нашей команде, нашим идейным соратникам, вдохновителям, да, можно сказать, это молодёжи. И поэтому, наверное, нужно сказать, что если люди считают, что у нас есть какие-либо достижения, то это достижения общие. Что касается идеи, идеи создания исламского журнала, то, конечно, данная идея, она вынашивалась давно. Не секрет, что в разных странах существуют журналы, да, аналогичные журналы, посвящённые, допустим, женщинам, да, освещающие ислам, да, в разных направлениях, то есть показывающие ислам, да. Как в России мусульманка. Как в России существует журнал «Мусульманка». И в свои годы, да, 3-4 года назад я тоже, помню, ездила по странам, видела красивые глянцевые журналы. Тогда и пришла идея, почему бы не создать и начать издавать журнал, да, у нас в Кыргызстане. Ну, также в том числе я тоже тогда искала информацию, да, для себя, что было и познавательно, и доступно, и красиво, и читабельно. Тогда, конечно, эта задумка казалась очень трудной, как её осуществить. Но, слава Богу, в тот момент именно нашлись идейные соратники, да, которые тоже, в принципе, хотели бы видеть, да, такого рода журналы. И вот в 2015 году мы попробовали сделать первый выпуск исламского журнала, посвятили первый номер, это теме семьи, провели презентацию журнала, да, и очень было хорошо воспринято в обществе. И с тех пор, вот с 2015 года мы стараемся издавать журнал на двух языках, это на кыргызском и на русском языке. Отлично. На кыргызском и русском языках такой вопрос, много ли сейчас читателей, и какова периодичность выпуска журнала? Ну, конечно, с периодичностью, что скрывать, возникают определенные проблемы, потому что издание журнала – это очень трудоемкая, да, так скажем, процедура и дорогостоящий, да, сам по себе, да, материал. Ну, стараемся издавать раз в квартал. Также выходит журнал, как уже повторюсь, на кыргызском и на русском языке, да. А с чем связана такая нечастая публикация журналов? То есть, может быть, не хватает контента, либо здесь немного иные какие-то причины? Ну, скорее всего, это, наверное, причины финансовые, потому что контент, в принципе, командой мы стараемся, да, собирать. И читатели ждут, да, выхода материала. Сейчас у нас уже есть определенный круг читателей, и возраст довольно-таки разнится, да, так как журналу нахватывает разные темы и очень доступен и интересный материал, то его могут читать как дети, так и взрослые, всей семьей. Также помимо журнала у нас есть и социальные сети, да, в которых мы тоже стараемся каждый день выкладывать определенный материал. Инстаграм, Фейсбук. Инстаграм, Фейсбук. Также у нас есть сайт Ума Маккейджи, да, где каждый день у нас выходят интересные интервью, темы об исламе, да, разные, ответы на вопросы от известных наших духовных лиц, да, новости в мире, разного рода мероприятия, да, как анонс, афиши. Поэтому, в принципе, материала довольно-таки очень много, вот, но мы стараемся, стараемся все-таки поддерживать, да, периодичность. И сейчас наш журнал, слава богу, он очень востребованный в регионах, в регионы стараемся отправлять на кыргызском языке, да, и сейчас, как бы, в Аше тоже существует инициативная группа, да, из числа молодежи, которые поддерживают данные идеи, и журнал можно найти, как бы, в южных регионах, да, и в других областях в том числе. Отлично. То я смотрел Вашу аудиторию, то есть произучал в соцсетях, Вас очень много комментируют и лайкают, так сказать, светские пользователи. Как это влияет на журнал и достоверно ли то, что я сейчас сказал? Угу. Ну, в принципе, Вы верно подметили. Ну, не хотелось бы, как бы, разделять общество, да, на два лагеря, верующие, светские. Ну, как Вы знаете, что с точки зрения ислама, в принципе, жизнь не делится, да, на светскую и религиозную. Всё это, как бы, представляет одно целостное, единое, да, как бы, гармонию, да, по идее. И, конечно, мы делали журнал с целью это повышение знаний о религии. Всё-таки у нас 70 лет был атеизм, и людям, как бы, трудно находить какую-либо информацию, да. И у каждого, как бы, своё созревание, оно в плане духовности, оно бывает по-разному, да, в определённый какой-то момент. Люди интересуются, задают вопросы. И все мероприятия, которые мы тоже проводим в рамках журнала, это благотворительные, культурные, социальные, да, они именно направлены на построение диалога в обществе. И поднять, как бы, имиджа мусульман, показать, как бы, интеллектуальную нашу молодёжь, да, показать, что ислам — это религия прогресса, мира, науки, да, и что ислам, он, как бы, не ограничивается обрядовой стороной. И, наверное, поэтому круг читателей довольно-таки большой. И можно даже сказать, что у нас есть читатели, это с разных стран, СНГ в том числе, вот, где преобладает русский язык, это вот и Российская Федерация, соседние страны, да, Центральной Азии, и даже вот за границей бывает, что пишут на английском языке и задают вопросы. Отлично, отлично. В России есть сообщество и даже сайт Уммару. Часто я слышал, что сравнивают кыргызский журнал Уммас, в общем, приписывают принадлежность к той организации. Есть ли между этим журналом и Уммару какая-то связь? Ну, конечно, вообще, откуда возникло, да, это название? Умма или по-кыргызски уммет, да, это переводится как община, община нашего пророка Мухаммада, мир ему, благословение Аллаха, да. И поэтому это название, как бы, оно исходит, оно общее, да, и никому не принадлежит. А в частности, что касается российского Уммару, оно принадлежит известному богослову Шамилю Аля-Аудинову. У нас, в принципе, нет никакого, так скажем, противоречия. Противоречия, да, да. Это совершенно, абсолютно две разные структуры, да, две разные вещи. У них свой сайт, у нас свой сайт, у Мамэк Кейджи, который в первую очередь направлен, существует для наших читателей в Кыргызстане, да. И поэтому у каждого своя работа, но стоит отметить, что мы тоже, в частности, для журнала брали интервью, да, у Шамиля Аля-Аудинова и у других известных лиц, известных богословов, имамов СНГ и зарубежья. Хорошо. Значит, вопрос финансирования со стороны, допустим, российской стороны, каких-то других организаций отпадает. То есть вы в самом начале сказали, что финансирование идет как бы из Кыргызстана и непосредственно, можно сказать. Ну да, это как бы, да, наш журнал, он существует, зарегистрирован в Кыргызской республике по законам нашей страны. И поэтому те сайты или те фонды, которые существуют в других странах, они не имеют к нам никакого отношения. Это национальный продукт. Когда мы делали презентацию, мы акцентировали на этом. Через журнал мы стараемся мобилизовать именно свой интеллектуальный потенциал, который есть в Кыргызстане, и привлечь именно потенциал и возможности мусульман Кыргызстана, да, найти спонсоров и также идейных соратников. Ну, как бы так и получается, да, слава Богу, в течение этих трех лет у нас есть поддержка от наших кыргызстанцев. Слоган журнала звучит как «Единение, просвещение, созидание». По поводу единения, в принципе, даже офис, даже факт того, что в Аше, в городе Ош, открылся офис журнала «Ума», и он называется «Ума-Ош». Сколько там участников, инициативных лиц, какую они, допустим, проводят деятельность, и с какой стороны они финансируются журналом «Ума», либо они, как бы, на своей личной инициативе. Хотелось бы сказать, что мы не ограничиваемся выпуском только журнала. И изначально вот слоган даже, как сам звучит, «Единение, просвещение и созидание», да? То есть журнал — это такая, как некая интеллектуальная площадка для активной молодёжи Кыргызстана. И мы стараемся объединить людей, вне зависимости даже от вероисповедания, от национальности, от возрастной категории. И журнал, и вообще эта данная площадка, она открыта для всех. И изначально журнал под своим... В рамках своей деятельности наш журнал проводит разного рода мероприятия. Это социальные, культурные, благотворительные, да, какие-то акции. Мы проводим это внутри общества, да, на открытых площадках, да, куда приходят люди разные, абсолютно разные, даже придерживаясь разных взглядов. И можно сказать, что даже образовалась некая, как бы такая волонтёрская сеть из идейных соратников, да. Это молодые люди, которые активны, да, которые могут служить примером для других, которые ведут здоровый образ жизни, которые умные, да, успешны, да, в своей отрасли. И которые, ещё раз хотелось бы подчеркнуть, хотят сделать вклад в развитие нашего общества, в развитие нашего Кыргызстана, да. И единение, оно заключается в том, мы видим, что у нас в Кыргызстане, в том числе и мусульманская община, да, и вообще общество, оно расколото, фрагментировано, да, на разные части. И мы бы хотели через позитивные вещи, через такие благие дела, через какие-то общие идейные ценности, это объединить людей, да. И мы стараемся это делать. И что, как бы наглядно, да, вот служат наши мероприятия в Кыргызстане, это такие социальные проекты, да, как шатёр Рамазана был. Вот, кстати, да. И праздник, да, перед приходом священного месяца Рамазана, вот мы проводим в парке на Южных Воротах. Это и футбол, да, с участием разных национальностей. Это и благотворительные акции, где участвуют люди, представители разных конфессий и национальностей. Это и студенты, которые здесь учатся, да. То есть, как бы, идея, она объединяет многих. А то, что в Аше возникла такая инициатива, конечно, стимулом тоже, может быть, послужила, в том числе, деятельность здесьшних ребят, да. И глядя, может быть, на эту активность, ребята сейчас в Аше тоже хотят показать уровень мусульман, да. Вообще мусульманской молодёжи нужно самовыражение, самореализация, и люди хотят сломать стереотипы, да, которые существуют. И ребята вот Ваше, они больше это как бы волонтёрство, это инициативная группа, которая с каждым днём, она как бы расширяется, и они стараются делать много хороших вещей. Это благотворительность, да, в первую очередь, помощь бедным, да, в холодные дни, там, накормить людей, угостить горячим чаем, да, работницей тазолыха, да, помочь женщинам, кому-то починить вагон, да, семье нуждающейся, или устроить праздник, да, для людей, такой позитив, да, внести в общество. То есть сейчас Ваше, то движение, которое образовалось, в принципе, оно существует на ихнем альтруизме, да, так можно сказать, и появляется очень много людей из числа самих горожан, да, которые поддерживают эту инициативу, видят, что молодёжь, она занимается хорошими, правильными вещами, да, она не посещает клубы, дискотеки, не курит, не пьёт, а старается, наоборот, делать хорошие созидательные вещи. И поэтому в Ваше сейчас и появились люди, которые поддерживают любые мероприятия, вносят какой-то вклад. Если проводятся какие-то мероприятия, тоже стараются поддержать, да, там, и финансово, там, не знаю, какой-то там свой подарок передать. То есть я могу сказать, что это движение, оно народное. Это народное и общенациональное, как бы такая идея есть, что нужно, как бы, объединяться. И та проблема, которая вот существует, да, в южных областях, так скажем, это межнациональный, да, вопрос, то через такие вещи эти вопросы само собой решаются, да, потому что межнациональный диалог, он через хорошие вещи, через хорошие дела устанавливается и диалог, и дружба между разными народами. Это социальная инженерия, да, своего рода. И поэтому в первый год, когда мы начали данный проект, мы тоже обращались с письмами к разным организациям, в том числе, это к нашим диаспорам, к ассамблеям народа, да, к нашим посольствам. И многие нас поддержали. И нам удалось 15 дней проводить ифтары, да, разговения, где каждый день посещало более 250 человек, да. Это люди нуждающиеся, да, люди с окраин, это и дети, да, с детских домов, с дома престарелых, да, были у нас гости. То есть это были люди разных категорий. И главная цель шатра, еще один такой вот изюминка есть, что в шатре не существует социального положения. Нет каких-то регалий, да, и нет чинов. Мы стараемся сделать так, чтобы люди, которые пришли, они могли сесть с любым, да, богатый, бедный, да, чиновник. Депутат сидит с обычным. Да, то есть это и есть как бы цель ислама, это и есть цель Рамазана, да, когда нас объединяет вера, и мы должны видеть положение другого, чтобы прочувствовать на себе, да, каково это, нуждаться, или также испытывать голод и жажду, да. И за два года шатер Рамазан, он объединил очень много организаций, очень много народов, да. Каждый день проходили ифтары, разговения от имени какой-либо бизнес-структуры, например, или от посольства, да, от какой-то диаспоры народности, да, кыргызстанцев, которые здесь живут, да. И помимо, допустим, ифтара, мы старались показать какую-то культурную программу, да, это знакомство с другой культурой, с другими странами, да, создать атмосферу позитива, праздника, да. И люди действительно, они приходили в шатер, как на праздник. Вот мне вспоминается такой вечер, когда в этом году, даже после прошлогоднего шатра, люди сами писали нам письма с просьбой не забыть, да, пригласить их и в этом году. Ну, очень понравилась им идея, атмосфера. И помню, нам прислали письмо с ассоциацией «Незрячих и глухонемых». Мы в этом году специально провели для них творческий вечер, это стихи, выступления, и даже пригласили сурдопереводчика, да, волонтёра, который переводил, да, для наших неслышащих, да, как бы гостей. Им настолько понравилось, это было до слёз очень трогательно. И когда они уходили, они говорили, что действительно вы для нас сделали праздник, да. Конечно, что ещё можно упомянуть, что здесь такая мобилизация сил, да, была. Мы делали призыв в социальных сетях, приходили люди, да, которые обычные, вот, работники, граждане, приносили, что кто-то деньгами, кто-то там принесёт пакет продуктов. Или вот Идея, не забуду, которая с Каракола написала письмо, говорит, я не могу много что-то передать, но она из своего сада собрала черешню, да, и передала это вот с далёкого Каракола сюда, в Бишкек. Или, допустим, байке, который вот занимается, вот таксует, да, там, лепёшки, да, кто-то занесёт, кто-то одежду. И вот так у нас, как бы, в этом был береге, да, как сказать, и собиралась помощь, да, от людей, кто-то мясом, да, поможет. И, наверное, что ещё самое ценное, вот в Рамазан для, как бы, благие дела они объединяют, да, и очень много молодёжи трудилось вот в этом проекте, с утра до ночи вкладывали душу, сердце, да, прям каждый хотел вот обслужить людей, да, которые приходили, улыбался, да, дарил своё тепло, да, сами что-то готовили, всё делали своими руками, да. Возможно, некоторые люди придут и кажется, вот, ой, наверное, они такая богатая организация, создали такое мероприятие и так далее, но на самом деле это не так. Если посмотреть вот за кулисами, что происходит, всё это сделано своими руками. На энтузиазме. На энтузиазме, руками молодёжи. Даже вот украшения это делали сами, да, какие-то плакаты чертили сами, да, кто-то вот устанавливает, да, шатёр, да, приходили, сами подметали, убирали. То есть всё это сделано руками людей, для людей, да. И ещё один такой фактор, что был такой случай, когда мы пригласили одну нуждающуюся семью многодетную, и на следующий день пришёл их сын, 13-летний мальчик. Я удивилась, думаю, почему он здесь, ну, как бы сегодня пришёл и ещё начал сразу подметать, влился, как бы, в волонтёрский коллектив, да. А оказалось, что, придя как гость, он так вдохновился, что решил сам помогать другим, хотя он сам нуждается, да. И представляете, он приезжал, он проходил, вот там, где он живёт, там нет общественного транспорта. Не всегда у него есть деньги, да. Мама одна содержит, работает на базаре, продаёт семечки, семеро детей, отец инвалид. И он проходит 3 километра пешком, доезжает на попутках и приходит, чтобы помочь, да. И действительно, такие истории, они очень вдохновляют. И бывало, что даже видя, как дети трудятся, да, до ночи, без устали, с таким энтузиазмом, родители приходили посмотреть и тоже даже брали примеры с детей и вместе начинали как бы с семьёй там резать салаты, накрывать на стол. То есть это такая благодатная атмосфера. Каждый, кто приходил в шатёр, он чувствовал единение, простоту, и двери были для всех открыты, и были совместные, как бы, скажем, общие слёзы радости, печали, праздник. И это всё, как бы, наверное, откладывает такой воспитательный след, да, воспитательный след в наших сердцах. Да, это поистине масштабный, очень запоминающийся проект, который до сих пор на устах и в сердцах наших горожан, Бишкека, тех людей, кто смотрел прямые эфиры по Фейсбуку, в частности, и я их проводил. Вот, все помнят этот... В общем, я думаю, на следующий год масштабность проекта, она ещё вырастет в разы, и, возможно, даже принять участие смогут в 2-3 раза больше людей. И, в общем, хочется ещё поговорить об одном, тоже немаловажном, но таком очень интересном проекте. Он состоится... Следующий проект, это будет через 3 дня, 3 февраля, в Азиямол. Так что всех приглашаемся, приходите. Проект называется «День платка». Он начался, по-моему... Вот сейчас о нём расскажет, Мария Меджев. Да, это тоже очень интересный проект. Мы его назвали «Всемирный день платка». Конечно, данная инициатива, она существует уже с 2014 года, и инициатором была девушка из Нью-Йорка Назма Хан. То есть в своё время, когда она училась в школе, ну, после известных событий, вот 11 сентября, многие воспринимали платок как нечто чуждое, опасное, да, и в школе над ней, бывало, надсмехались. И она решила 1 февраля проводить акции, акции, флеш-мобы. То есть предлагать другим женщинам, кто в повседневной жизни не носит платок, хотя бы на один день примерить, одеть платок и почувствовать, ну, каково это, скрывать свою красоту, да. Её инициатива нашла отклик во многих сердцах у женщин в разных странах. Её просветительские брошюры были переведены на 22 языка. И сейчас где-то около 10 миллионов женщин, вот представьте, по всему миру, в разных концах света. Независимость от религии. Независимость от религии. Национальность. Национальность. Это особенно популярно даже вот в западных странах. Они проводят какие-то акции, одевают платки, да, чтобы поддержать девушек, вот, мусульманок, да, и тех женщин, которые в повседневной жизни и каждый день носят платок. В Кыргызстане такие акции проводились тоже. Вот 2014 года. Это различные фонды, да, как Инсандык Джардами и так далее. Но в 2016 году мы решили как бы вот объединиться и провести более масштабные, масштабные мероприятия. И название прям так и пришло в голову назвать. Вот Всемирный день платка. Провели круглый стол. Пригласили женщин разных вероисповеданий, разных представителей разных конфессий, да, разных национальностей, женщин разных профессий. То есть мы хотели посредством такого диалога рассказать о проблемах, которые существуют, да, у девушек-мусульманок. Также найти, найти такие общие точки соприкосновения, да, найти диалог через объединяющие темы, такие как семья, красота, да, дети, да. И помню, когда вот провели в 2016 году большой такой круглый стол, у нас была и фотозона, да, и обсуждения, были выступления, реальные истории девушек, да. Мы все так, женщины, так очень сентиментальные, да, как бы люди, все и прослезились, да, вместе, и прочувствовали, да, вот поняли друг друга, какие проблемы, да, у нас есть, мотивационные какие-то у нас выступления тоже были, мастер-классы показали. И женщинам настолько это понравилось, что сейчас, как бы, данная инициатива, она находит отклик у многих женщин и идет популяризация, да, этого, как бы, дня. Мужчины, значит, как бы поддерживают, да, их и дарят, отмечают, да, тоже этот день. Вот. Ну и также с 2016 года действительно идет распространение этого праздника, да, действительно праздник, да, для женщин, как бы позитив, такой хороший настрой. И сейчас другие тоже девушки стараются делать в этот день какие-то определенные мероприятия, да, провести, кто-то посетит, там, детский дом, да, подарить какие-то подарки для девочек, да, кто-то в Москве, да, организует, там, флешмоб, тоже мероприятие, в социальных сетях. И в этом году, что примечательно, такой нюанс, мы еще сняли ряд видеороликов о девушках в платках, которые, как бы, ломают все стереотипы, да, навязаны. Это и лучница, это девушка-химик, это и... И спортсменка, и триатлонист. То есть это ролики, которые показывают, что мусульманка, это многогранная личность, да, и платок к успеху, и достижениям не помеха, не помеха. Не зашоривает личность. Вот. Я пришел в журнал УМА, можно сказать, с самого начала, ну, почти с самого начала. Я раньше работал в одном из журналов глянцевых, таких вот премиального класса. В общем, я там писал статьи, потом... Меня очень заинтересовал журнал УМА. Я посмотрел, мне это было близко по духу, и поэтому я сразу же написал непосредственно на страницу. Я сказал, что вот я такой-то, такой-то, написал статьи туда-то, приложил ссылки на эти статьи, ну, они выложены на странице того журнала. Тут же мне через несколько дней, по-моему, даже сразу, моментально, можно сказать, ответила Мария Меджиев, пригласила меня к ним в офис. Я пришел, там же был наш уважаемый профессор Хадыр Аджималиков. Вот, мы втроем посидели, поговорили. Мне очень понравились люди, во-первых, во-вторых, сама атмосфера, идея. Я загорелся этим, и с тех пор я, как неотъемлемый член этого, этой ассоциации, этого общества, я постоянно принимаю сам участие во всех практически мероприятиях, ну, кроме Дня платка, к сожалению, на который меня не пускают. Но, возможно, возьмем УМА, мы уже получим доступ к этому мероприятию. Не отпугивайте женщин, да? Окей, я там не буду, ладно. Вот, в общем, журнал УМА – это такая площадка, на которую могут прийти все, могут прийти не только мусульмане, так как уже было сказано ранее, это площадка доступная абсолютно для всех. Допустим, у нас в коллективе есть такая девушка Александра, она русская, вот, она другой веры, но, тем не менее, она общается с нашими ребятами, общается с девочками из нашего журнала, очень тесно, это лучшие подруги. И она думает, она как бы все заизмеряет, в общем. И мы, то есть мы, я уже говорю как мы, потому что я уже являюсь частью журнала УМА, я, честно говоря, даже себя не представляю сейчас, вот, как бы, отдельным лицом, вот, я, как бы, считаюсь членом этого коллектива. Я помню, как вы написали, мне пришло письмо, и меня оно очень вдохновило, и я помню, что тогда у нас еще было немного ребят, я зачитала это письмо вслух, когда вы, Тарель, написали, что у меня есть опыт, и хотел бы использовать свой потенциал во благо общества, тоже присоединиться к движению, вот, пока я молодой, сделать что-то хорошее. И действительно, вот, с вашим приходом, наверное, вы внесли свою определенную такую посильную лепту своим энтузиазмом, наверное, своим интеллектуальным уровнем. Вы очень хорошо пишете статьи, и некоторые статьи, вот, можно найти в наших выпусках, вот, исламского журнала Ума, вот, и Тарель, это действительно, наверное, яркий представитель нашей интеллектуальной мусульманской молодежи. Я, в свою очередь, благодарен журналу Ума за предоставленные возможности самореализации выражения своего, так сказать, мнения посредством вот написания статей в этом журнале. Ну, так как я уже немало статей, в принципе, написал, да, для журнала вроде бы. Вот, и в будущем, да, тоже планирую писать. Ну, а также, ну, с помощью, то есть при поддержке журнала Ума мы посетили город Казань, то есть отучились на курсах подготовки имамов, вот, тоже очень такое яркое воспоминание, это благодаря основателям и учредителям этого журнала Кадыра Джималикову и Лену Мариам Сатаровой. Нас ездило порядка восьми человек, то есть мы провели там больше, больше десяти дней, очень яркие впечатления получили, и потом все это отразили в журнале и в некоторых наших других материалах, вот. На этом я выражаю свою благодарность за выделенное время нам, я очень ценю и уважаю Ильяну Мариам Сатарову и Кадыра Джималикова, и желаю вам успехов в продвижении данного очень полезного проекта для нашего общества, и не только для нашего общества, и для всей Центральной Азии. Ахмат, вам тоже Тарель, наверное, сегодня у нас получился такой поистине дружеский, откровенный разговор. Надеюсь, что с помощью Всевышнего мы достигнем до спох поставленных целей, а цель эта у нас одна — это просвещение, единение созидания, и все это мы можем сделать это общими усилиями. Дай Бог, а цель эта у нас одна — это сделать свой вклад в развитие нашего общества, поднять интеллектуальный уровень, да, и нивелировать те стереотипы, которые у нас существуют. Надеюсь, что наш маленький вклад в наши труды, они послужат для кого-то возможным примером, вдохновением. Хотелось бы сказать, что наши двери открыты для всех, и в конце хотелось бы пожелать всем нам, всем гражданам Кыргызстана это мира, процветания, а также стабильности. От нашего генерального спонсора показа магазинов Каусар мы дарим вам небольшой подарочек. Будьте здоровы и счастливы! Рахмат Тарель, всегда приятно получать подарки, особенно такие полезные для здоровья и тела Рахмана. Спасибо вам!